Добрый день, друзья! Сегодня 1 марта, первый день весны, с чем я вас и поздравляю. А в Чехии с 1 марта приняты новые карантинные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Дело в том, что рост заболеваемости в Чехии растет, и правительство усилило меры по защите, особенно старшего поколения в Чехии. Я вам сейчас расскажу, что же мы теперь должны соблюдать нового. В основном это касается масочного режима. Жители теперь обязаны носить респираторы или средства аналогичной эффективности. Например, они по-чешски называются нано-роушки, то есть нано-маски. Ношение этих масок и респираторов касается общественного транспорта, магазинов, государственных ведомств, медицинских учреждений, аэропортов, на остановках, вокзалах и в других местах большого скопления людей. Две обычные маски, одна на другую, больше не считаются достаточной защитой. То есть на прошлой неделе еще заходить в магазин можно было в двух обычных медицинских масках, но теперь этого недостаточно. На улицах в местах городской застройки жители обязаны постоянно носить обычную медицинскую маску или респиратор независимо от социальной дистанции. В парке и на другом свободном пространстве респиратор можно снять, но при условии, что поблизости нет других людей. При наличии возможности соблюсти двухметровую социальную дистанцию. Для членов одной семьи сделаны исключения. То есть если мы идем все вместе, одна семья, то нам маски не надо одевать. Обычную маску или респиратор нужно носить и на рабочем месте, независимо от социальной дистанции. Средства защиты не требуются только если человек работает в помещении один. Выбор конкретного средства зависит от характера профессии. Например, продавцу в магазине необходим респиратор, а офисному сотруднику достаточно иметь маску на лице. Работодатели обязаны обеспечить сотрудников адекватными средствами защиты. Но для некоторых профессий сделаны исключения. Каких профессий в официальных источниках, я не нашла разъяснения. Раньше можно было одевать на себя маску из ткани, либо какой-то шейный платок повязать на лицо. Но теперь это все запрещено. Полностью у нас закрыты все школы и частично закрыли с 1 марта детские садики. В детские садики принимают только и в школы только детей, работников экстренных служб, медицинской и социальных сфер, стратегических предприятий. Срок домашнего карантина, назначенного в случае появления симптомов коронавируса или контакта с инфицированным больным, увеличился с 10 дней до 14 дней. Список товаров первой необходимости сократился почти вдвое. Из него убрали канцелярские товары, детскую одежду и обувь. Я вам в видео показывала, что можно было приобрести детскую одежду, взрослую нельзя было покупать. Но теперь уже и детская одежда также запрещена к продаже. Текстильные галантерейные материалы и также домашних животных. Если у нас были открыты зоомагазины, куда можно было прийти, приобрести корм для животного, для домашнего питомца или домашнего питомца, то теперь это сделать невозможно. Жителям запрещено покидать пределы своей области, где они проживают, без уважительных причин. В качестве уважительной причины может быть поход в магазин, к врачу или в какое-то общественное учреждение, например, в муниципалитет. Также неотложное посещение родственника или близкого человека, если ему необходима помощь, для, например, ухода или сопровождения к врачу. Обоснованность рабочей поездки гражданин должен подкрепить подтверждением от работодателя. То есть есть официальный бланк, который необходимо заполнить и иметь при себе. В случае, если полиция остановит и проверит документы в случае вашего следования куда-то. Также может выступать в качестве подтверждения командировочный лист или какой-то еще документ. Для посещения врача или государственного учреждения будет достаточно простого заявления. По-чешски оно называется честное прохлашение. То есть это от руки человек может сам заполнить это заявление. И если, опять же, полицейский остановит, то предъявить его. И дальше уже на усмотрение полицейского. Если он сочтет что-то там подозрительное, он будет дальше проверять. Но обычно этого достаточно. Также заявление необходимо на случай возможной проверки. Вот тут указывается официально. Ну я уже вам пояснила. Так. Если нарушитель будет пойман, то ему грозит штраф до 20 тысяч чешских крон. Это, чтобы вы сравнили, средняя заработная плата в Чехии около 28 тысяч крон. То есть это большой штраф для Чехии. Полицейские усилят контроль как на дорогах, так же в поездах и автобусах. То есть будут проверять выборочно в разных местах. Поездки за покупками не считаются уважительной причиной и ограничены пределами одной области. То есть я не могу поехать в магазин, в какой-то там далекий соседний город. Если меня остановят, то сочтут, что я еду по неуважительной причине. Передвигаться в рамках одной области можно свободно. Никаких подтверждающих документов для этого не требуется. Однако прогулки, занятия спортом и другой досуг на свежем воздухе допускаются только в черте своего населенного пункта, города или поселка, где человек постоянно проживает. Что касается Праги, тут поясняют, что правительство решило не разделять Прагу на районы. То есть человек может в рамках города передвигаться свободно и гулять в любом его районе. Я, например, живу в маленьком населенном пункте. То есть я не имею права передвигаться вне своего населенного пункта. И за продуктами я тоже должна идти в местный магазинчик. Для фирм стартует государственная программа массового тестирования сотрудников на коронавирус. Власти будут компенсировать компаниям и частным предприятиям стоимость 4 экспресс-тестов в месяц на каждого работника. Но будут тестировать только на больших предприятиях. По крайней мере, пишут так пока. Там, где количество сотрудников больше 250 человек. То есть более мелкие предприятия пока это правило не коснется. Но премьер-министр Бабиш сказал, что это пока. Дальше они будут рассматривать, будет ли такая введена необходимость для мелких предприятий. Ну вот и глава правительства Андрей Бабиш пояснил, что ужесточение таких карантинных мер вызвано крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией в Чехии. В больницах почти не осталось мест, в палатах интенсивной терапии. Поэтому он и призвал граждан соблюдать вот эти меры ограничительные. Они введены пока на три недели. То есть фактически до конца марта. Ну а дальше пока нет ясности. Видимо будут смотреть за эпидемиологической ситуацией. Если заболеваемость пойдет на спад. Ну тогда скорее всего эти меры будут отменены или как-то ослаблены. Ну вот такие вот новости на сегодняшний день из Чехии. Я желаю вам здоровья. Берегите себя и своих близких. Всем пока.